Положа руку на сердце, вот на этом креме написано, ровно столько, сколько он делает с веками, реально 0%, то есть вы его намазали, он исчез, ничего не изменилось, то есть вот что вы им пользовались, что нет, это может быть для девочек, которые пытаются втянуться вообще в тему косметики, и вот, ну, чтобы они там что-то себе мазали, да, как бы без ущерба для здоровья, ну, вроде как привыкали, вот какая-то такая, знаете, стадия непонятная. В то же время вот этот крем, он работает отлично, он действительно заполняет, он действительно распрямляет, и эффект сохраняется на долгое время, настолько на долгое, что потом, знаете, месяц можно вообще веки не трогать ничем. Вот что касается фитогеля для душа, вот, как бы, в общем, ничего особенного, гель да гель, вот, такой же, как и все остальные, ничего особо фита я в нем не заметила, и просто перевела его в ту категорию, в которой у меня все обычные гели. Вот. Поехали дальше. Тело хлебный спас. Классный. То есть, если вам за 45, я, может быть, говорила, но повторение мать учения, чем вы взрослее, тем меньше пользуетесь СЛС-содержащими. Вот это тот самый случай, когда, там, кремик такой, который пахнет хлебушком, и там еще скрабирующие частички, вот, отлично, отлично, отлично работает на возрастной коже, хотя она у меня такая относительно возрастная, но я не знаю, будет ее видно или нет. Наверное, не очень хорошо. Да и вообще, как бы, сейчас вечером, у меня тут просто накрылся медным тазом интернет, поэтому появляется вот это видео, а так бы, я не знаю, может, месяц бы еще собиралась. В общем, я взяла его много, и я буду им пользоваться, он отличный. Где-то вровень с Невея, вот этой умывалкой моей любимой, которая кремовая, со скрабирующими частичками, это та же самая история. Я нарываюсь в сети на видео, где девочки говорят, ну, что это за скраб, он не мылится и не пенится, дивулии, скраб не должен мылиться и пенится, ку-ку, скраб должен скрабировать, а мылиться и пенится должно мыло, гелий и всю СЛС-содержащую. Чем вы взрослее, тем желательнее, чтобы как можно меньше вы этим пользовались, но при этом, чтобы вы были ухоженны. Это та самая история, та самая. Вот я его открыла, в общем, я израсходовала до конца, и у меня еще две такие стоит. Кто не верит, наглядно демонстрирую. Вот у меня две полные. Вот так они выглядят. В общем, пользуюсь. Окей. Дальше пойдем к шампуню. Вообще, я его еще пока не израсходовала. Вот то время, за которое у меня израсходовался этот... Вот так ушел шампунь, вы видите, да? Он очень экономный, и как-то так сложилось, что он мне вообще отлично промывает так, что второе дополнительное, не нужно промывание. В принципе, я очень довольна этим шампунем, но как человек немного продвинутый в теме, я могу сказать, что подсаживаться не стоит, и чем дольше вы будете пользоваться, тем меньше будет эффекта такого классного, который вот он первое время есть. Поэтому попользуюсь, допользуюсь, и там дальше будет видно, но если увижу в свободной продаже и в фикс-прайсе, по их приятной цене, то обязательно поплющу. Вот фитомаска, я ее допользовала, и когда ее оставалось там совсем-совсем чуть-чуть, я долила в нее вот эту маску. А именно, бальзам вот этот, морошковый, секреты Арктики. Я просто все выбухала вот туда, смешала и пользовалась, и мне очень нравилось. Я вам честно говорю, девчонки, мне очень-очень нравилось. То есть, и как фитомаска работает, и как она работает в сочетании с бальзамом вот этим, морошковым, все супер, просто супер. Скраб для ног, он как бы менее задействован, потому что, если ноги в порядке, то как бы вы их сделали раз, и ну не так часто нужно, как допустим, принимать душ. Вообще у нас, если что, как бы два часа ночи. Кому-то полезу и в машину в самом лучшем городе на земле. Так вот, значит, крем-бальзам для тела, он хороший, но увлажнение такое непролонгированное. Крем-бальзам для тела я, скорее всего, не возьму. Ну, в общем, пока я не особо вникла, несколько раз пользовалась. Я не заметила какое-то бешеное увлажнение. Скраб для ног, он неплохой. То есть вы просто распариваете ножки, тык-тык-тык-тык-тык, натерли, все отлично, все хорошо. Сверху бальзамчиком вот этим, для ног и тела, рук и ног. Ну, в общем, для всего, ну, пока я вот не могу сказать, что прям супер, а вот что супер, я вам сейчас покажу. Вот этот крем классный. Мне 48, кожа достаточно нормальная. И вот этот вот крем, он вообще отлично, действительно питает, увлажняет зону декольте. Можно делать маски для лица, для рук, ног. В общем, крем от всех проблем, как я сказала, когда-то, когда делала на него обзор, когда только его нашла. Мне очень нравится аромат, бюджетный не придумаешь. Что не очень нравится. Не нравится, как он открывается. То есть, если вы в ванной, и это, кстати, распространяется на вот эти большие коробки статрава, если вы влажными руками пытаетесь открыть, это будет немного корявенько. В общем, надо что-то придумывать с упаковкой. Вообще, крем на отлично. Сейчас я покажу, сколько. Вот остаточки, буквально еще на раз, наверное, после принятия душа в ванной. Отлично. Я обязательно возьму еще раз. То есть, пока еще в домах не очень сухой воздух. Это отлично. Ну, а потом буреночка придет. Ничего круче пока не придумали. Буренки. Когда батареи шпарят в Сибири. Вот такая медовая масочка для волос закончилась. В общем, не знаю, буду ли брать еще. Потому что фитомаска в большой вот этой круглой банке понравилась мне больше. Она более жидкая. Волосы после нее, вот знаете, такие, как будто бы, вот как в детстве. Они рассыпаются прям. А вот эта маска, да, она пахнет медом. Ну, не знаю, я слышала много негативных отзывов в сети именно относительно медовой истерии. Кабы многим она не пошла. Ну, не знаю. Мне вроде ничего, но вот никакие ахи-охи. Вот ахи-охи у меня по поводу вот синей круглой банки. Я тут точно буду брать. А это пока нет. Вот такой фруктовый вернисаж. Я не буду точно это брать еще раз. Первое, что меня не устраивает, это очень тонкая сама по себе банка. И гель этот сам очень-очень жидкий. И никакого супераромата там нет. Поэтому я лучше поэкспериментирую с чем-нибудь другим. А это как бы нет. Это вот сто процентов. Нет, брать я больше там не буду. В первый год, когда я туда ходила, это было где-то вот конец 14-го, начало 15-го, за первый раз пришла. Вот там были такие баночки с жидким мылом. Они очень плотные. Вот у меня одна из них сохранилась. И как бы мыло вот эти вот, они в ней кочуют. Потому что она не деформируется вообще от того, что ее берешь руками. А эта, она очень, видите, она очень деформируется. То есть ей просто пользоваться некомфортно. Вот еще очень бюджетная линейка. Дезик классный, долгоиграющий, увлажняющий крем. Вот этот, который очень вкусно пахнет. Рубли, наверное, за 40 я его взяла. Вот этот питательный, который я уже показывала. Он в пределах где-то 200 стоит. И вот где-то по 60, в среднем 60-70 стоят вот эти скрабы. То есть это бюджетнее некуда. Работает это нормально. Все хорошо, все прекрасно. Буду ли брать еще и рекомендую? Да, буду брать еще и рекомендую. Однозначно. Такую упаковочку я купила. В фиксе давным-давно. Вот стоял, ждал своего часа и дождался. Это жидкое мыло. В общем, что-то там опять у нас на пар 7 целебных трав. Питательная. С экстрактами прополиса. Секунду. Прополисы пихты, Мелиссы и Овса. 450 миллилитров, как видите. Ну, в общем, попробую. Тоже расскажу, что к чему. Вообще, как бы мне повезло. Я много нагребла вот этого статрава. И у меня была возможность потестить очень много чего. Ну, сейчас почему-то в продаже его нет. К сожалению. Вот еще у меня присосидилось два продукта к теме пустые баночки. Или вот в данном случае косметика в мусорку. Вот так называется бренд. Доктор. Что-то там. Сантел. И тот, и тот. Это крема для век. И здесь гиалуроновый крем-филлер от Новосвит. Здесь положа руку на сердце. Вот на этом креме написано ровно столько, сколько вот он делает с веками что-то. Вот реально 0%. То есть вы его намазали, он исчез, ничего не изменилось. То есть вот что вы им пользовались, что нет. Это может быть для девочек, которые пытаются втянуться вообще в тему косметики. И вот, ну, чтобы они там что-то себе мазали, да. Ну, как бы без ущерба для здоровья. Ну, вроде как привыкали. Вот какая-то такая, знаете, стадия непонятная. В то же время вот этот крем, он работает отлично. Он действительно заполняет. Он действительно распрямляет. И эффект сохраняется на долгое время. Настолько на долгое, что потом, знаете, месяц можно вообще веки не трогать ничем. Вот. Наверное, где-то он второй в моей жизни. Я обязательно возьму еще. Вот это я вам не советую. Это у меня летит мусорку. Либо кому-то, кому вот столько мало лет, что вот 0% действия на коже полностью устроит. Вот. Выбрасываю, недопользовав ночную маску для лица Anti-Age от Natura Siberica. Смотрю на нее, смотрю на эффект, который она оказывает. И я не понимаю, чем продиктованы вот эти цифры за эту косметику. Правда. Потому что бабушка Агафья за 3 копейки работает лучше. Причем во всех своих проявлениях. То есть где-то порядка трех масок я попробовала за последние полгода. А вот это она у меня с весны как-то вот телепается то туда, то сюда. Даже на руки как-то вот она не расходуется. В общем, совершенно бестолковейший продукт. Продукт какого-то сероватого цвета. И типа вот она выравнивает цвет лица. А то так мы такие дебилы. Да, вот что маска сероватая. Вот она нам сейчас все выровнит. Конечно, она выровнит, там пигмент присутствует. Потому что разращет на идиотов какой-то, вот честно. Значит, маску я не советую. В натуре Сибирики я советую закатать себе губы волшебные, которые там рисуются какой-то ценник вообще баснословный. Если вы рисуете баснословный ценник, так у вас и косметика работать должна на этот ценник. А то знаете, что вот ноль процентов, что вот это просто как бы ноль процентов 115 рублей стоит. А это ну тоже как бы она недорогая, но в целом еще такой ценник пляшет. То есть она какой-то непонятной технологии вот это вот вычисление идет стоимости. То есть видимо там новенькая мы закидываем на рынок подешевле, там смотрим, что скажут все. Ах, ах, ах. Мы так сразу хоп-так в пять раз ценник и накрутили. В общем, девочки, мальчики, я не советую эту маску брать. Она бестолковая совершенно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok